В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и вначале коротко об основных событиях. На станции Расторгуева провели профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь». Пользоваться только санкционированными переходами, то есть сейчас здесь организовано два моста. Православные христиане отпраздновали Троицу, один из главных церковных праздников. Сегодня родилась церковь. Дух Святой сошел на апостолов. Видновский металлург сыграл с командой «Химки-2» в рамках чемпионата Московской области. Каждую игру нужно бить как последнюю и доказывать свою позицию. На станции Расторгуева провели профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь». Мероприятие призвано привлечь внимание пассажиров к соблюдению правил безопасности на железнодорожных путях. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Пассажирские платформы, железнодорожные пути и другие объекты инфраструктуры являются зонами повышенной опасности. В основном несчастные случаи происходят из-за халатности и беспечности людей, которые переходят железную дорогу в неположенном месте. Для того, чтобы напомнить гражданам о правилах нахождения на железной дороге, на станции Расторгуева провели акцию «Сохрани себе жизнь». Пользоваться только санкционированными переходами, то есть сейчас здесь организовано два моста. В случае перехода через пути, переходить только в положенном месте, смотреть налево, направо, обязательно также вынимаем наушники. Ни в коем случае не занимаемся зацепингом. Вам хорошего дня и на память листовочка. Спасибо большое. До свидания. В профилактическом рейде участвовали представитель казачьего общества, сотрудник линейного ОВД Павелецкого направления, а также заместитель начальника Южного муниципального управления административно-пассажирской инспекции Подмосковья и начальника отдела транспорта администрации Ленинского округа Геннадий Витринский. С 4 по 20 июня у нас проводились совместные рейды администрации, центрально-перевозочные компании и полиции. Два раза в неделю проводились совместные рейды. Кроме того, на рейде уделили особое внимание зацеперам. Это молодежная субкультура, которая подразумевает передвижение на поезде, при котором человек цепляется снаружи вагона и держится за поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Хотелось бы попросить еще раз всех родителей провести профилактические беседы со своими детьми, объяснить, что зацепинг – это смертельно опасное мероприятие, которое в большинстве случаев заканчивается очень нехорошо, и объяснить то, что жизнь – она одна, и никакие развлечения не стоят того, чтобы ее потерять. Напомним, что за несоблюдение правил поведения на железной дороге предусмотрена административная ответственность или штраф. А такую акцию, как «Сохрани себе жизнь», будут и дальше проводить в целях информирования населения. Сотрудники уголовного розыска Булатниковского отделения полиции МВД России по Ленинскому городскому округу задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в краже мотоцикла. По оперативным данным, в дневное время злоумышленник увидел на одной из улиц в поселке Дрожино припаркованный мотоцикл иностранного производства и решил его похитить. Однако не смог его завести и откатил во двор своего дома. Там была блокировка руля, вот, насколько я помню. Вот, был заблокирован руль, но это не точно я мог забыть. Но все равно это не помешало вору его, даже если она там была, это не было. Сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей. Полицейские установили маршрут передвижения похищенного транспортного средства и личность подозреваемого. В результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан по месту жительства. Человек попросил отогнать. Какого человека? Займут Данил, показал права, сказал, дал 2000 рублей. Сказал, что до 11-го дома мотоцикл я. А мотоцикл стоит возле 11-го дома? Нет, я пришел в 11-го дома и сюда пригнал, чтобы сообщить полиции. Сообщили? Сотрудники полиции быстро обнаружили похищенный мотоцикл и транспортное средство было возвращено владельцу. Очень оперативно, спасибо большое полицейским, оперативникам, следователям. Другая, я не успел составить заявление. Через пару часов мне уже звонят и говорят, что мотоцикл найден. Я приехал и на месте оперативники уже задержали подозреваемого. В отношении задержанного следователем следственного управления МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Виндовским городским судом фигуранту избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Острое обоняние, четкий слух и быстрая реакция – качества, которые позволяют за считанные минуты обезвредить преступника и обнаружить запрещенные вещества. В кинологической службе это работа четвероногих помощников. Как ведут службу кинологи Ленинского округа узнала Ингенчук. Верные друзья и надежные напарники здесь, в МВД по Ленинскому округу, ежедневно ведут службу кинологи вместе со своими маленькими помощниками. День правозащитников начался с поиска сбежавшего преступника. Согласно легенде, злоумышленник совершил кражу, но скрываясь с места преступления, обронил личные вещи, по которым собака напала на след. Находится предмет, это начальная точка. Собака начинает с этого места обнюхивать, она обнюхивает и дальше начинает работать, показывает направление и по этому направлению ведет. Дороги привели к месту, где и скрывался преступник. Беглец пойман с поличным. Такая слаженная работа – плод каждодневных тренировок. Елена Селютина занимается с немецкой овчаркой Тахо с двухмесячного возраста. И теперь пес не только верный друг, но и опытный напарник. И контакт у нас был сразу. Он жил у меня дома. Мы, как он приехал домой, мы с этого момента и начали с ним налаживать контакт. Он по розыску запаховым следам человека ищет преступников, ищет потерявшихся людей, потерявшиеся вещи в процессе совершенных преступлений, если мы выходим на след. Возможно, там остались какие-то вещи, допустим, украденные, может быть, преступника непосредственно. 21 июня исполнилось 115 лет со дня образования кинологической службы в системе МВД России. А это тысячи предотвращенных правонарушений, которым мы обязаны команде кинологов и их мохнатым напарникам. С прошлого года на ВДНХ проходит масштабная выставка форум «Россия». На ней каждый субъект Российской Федерации представляет свои достижения и результаты развития за последние годы, а также ключевые проекты и планы на будущее. Принимает в ней участие и Московская область. Теперь каждый житель Подмосковья может поддержать родной регион. До 8 июля на сайте Международной выставки форума «Россия» проходит конкурс экспозиции среди субъектов страны. Чтобы отдать свой голос за Московскую область, необходимо сделать несколько несложных манипуляций. Прежде всего, вам нужно перейти на сайт выставки и авторизоваться. Через ВКонтакте, Одноклассники или профиль Яндекс. Затем выбрать Московскую область на карте участников или в списке справа. Поставьте галочки напротив всех номинаций или по вашему выбору. Нажмите кнопку «Проголосовать». Всего несколько кликов и Подмосковье победит. Голосуйте. В минувшие выходные православные христиане отпраздновали Троицу – один из 12 главных церковных праздников. Наша съемочная группа отправилась в поселок Володарского на музыкальный фестиваль «Троица». Музыкальный фестиваль «Троица» проводится в поселке Володарского уже в четвертый раз. В предыдущие годы музыканты выступали в Никольском храме. А теперь песнопения в День Святой Троицы одного из 12 главных церковных праздников звучали на главной сцене поселка. Сегодня родилась церковь. Дух Святой сошел на апостолов. И мы сегодня, когда читали молитвы особые, которые читаются только в этот день, в День Пятидесятницы, они коленопреклоненно еще называются молитвы, мы просим, чтобы Дух Святой сошел на всех христиан, сегодня живущих. Коллектив «Мои волны», где музыканты удачно миксуют баян, биолончели, укулеле, гитару, группы «Талгатфэмили», «Зеркало», «Кукушкин баритон» задали фестивалю высокую планку. Падая в траву, облака не знает больше, как меня зовут. Современные аранжировки и светлые тексты. Московская группа «Кукушкин баритон» славится своими авторскими песнями в стиле инди-рок с элементами кантри и джаза. По словам вокалистки коллектива Нина Резник, выступать на фестивале невероятно волнительно. Мы уже второй раз на этом фестивале, с большим удовольствием здесь выступаем, здесь хороший звук. И вообще отношение прекрасное к музыке, к тому, что она несет. Здесь отбор музыкантов происходит очень правильный. Ну это я не для похвальбы, а к тому, что очень хорошая музыка, качественная. Поэтому очень приятно на сцене находиться именно с такими музыкантами и с такими организаторами иметь дело. И зрители отвечали артистам любовью. Аплодисменты не смолкали, царила атмосфера радости и единения. Очень нравится, душевно замечательно, для деток интересно, сидит замерла. Отличный праздник, отличная группа, атмосфера. Вообще все круто, супер. Шикарно, мне очень нравится. Открытый воздух, замечательные музыканты, прекрасные люди, организаторы. Я в восторге. Фестиваль планируется проводить на регулярной основе. Екатерина Коваленко, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Дай за его. Несмотря на это, настрой на игру все равно был серьезный. Сначала, конечно, немного входили в нее, потом после забитых голов, конечно, включились. И уже молодцы, прям успокоили игру. И тут уже, конечно, все мячи, которые нужно было, забили. Уже после первого тайма видновская команда ушла на перерыв с преимуществом в три мяча. А во второй половине игры не оставила шансов соперникам, не позволив забить даже гол престижа. Каждую игру нужно биться как последнюю и доказывать свою позицию. То есть в таблице я имею в виду. С каждым разом на матчи нашей команды приходит все больше болельщиков. Именно их поддержка гонит футболистов вперед. Вот эти хлопки, поддержка, выкрики в твою пользу, это очень сильно поднимает боевой дух и заставляет двигаться. Итоговый счет 6-0 в пользу нашей команды. Очередная победа позволяет начать подготовку к следующим играм в отличном настроении. Ближайший домашний матч «Металлург» проведет против команды «Восток» из «Электростали». Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok